«Пристегните ремни» – так назвал свою исследовательскую работу ученик третьего класса 14-й средней школы Солигорска Илья Новиков. Илья – победитель общешкольного конкурса исследовательских работ «Я познаю мир». Десять юных исследователей оспаривали первенство, однако общепризнанным лидером стал Илья. Илья исследовал историю возникновения ремней безопасности, и заострил внимание на необходимость особенно использования специальных удерживающих средств для детей до 12 лет в связи с принятием нового закона. Защищался Илья Новиков, как говорится, всенародно, призывая родителей обратить внимание на важную проблему безопасности проезда детей. «Понимаете, вот когда я рассказывала, вот когда я рассказывала, у меня есть дети, это особая тема. Вот в авариях самые травмы серьезные получают это дети. И вот когда взрослые это слышат, они же понимают, что детей именно нужно пристегивать, потому что вдруг такое случится, и ребенок даже может умереть». При помощи опытов с бусом и апельсином, ленивой монетой, доказывал Илья силу инерционного падения. «Что за сила помогла бусам, когда я один раз дернусь, выпусти всем? Это сила инерции. Чем выше скорость и легче торможение, тем сильнее сила инерции. И чтобы погасить эту силу, им нужны ремни безопасности». Илья защищал свой исследовательский труд в день своего рождения. 9 лет исполнилось юному исследователю. «Поздравляю Илья с ним рождение и желаю дальнейших свершений, новых открытий и исследований». Впереди у отличника Ильи Новикова учеба, любимая математика, новые открытия. При активной поддержке педагога, учителя младших классов Натальи Добролет. «С семьей работать очень легко, потому что ребенок на все готов. То есть, что ему не скажи, он все делает. Это еще такая, ну, хотелось бы сказать, что там семья, мама помогает всегда нам. Что даже по исследовательской работе было сказано, все было сделано. То есть, никаких вопросов с Ильей у меня нет, как бы все легко. Математика у нас любимый предмет. Математикой мы занимаемся везде, и на переменах, и на уроках, ну, иногда и после уроков даже». Впереди и новые ступени знаний к мечте. «Я хочу быть механиком». «Да, ну?» «Я чинить люблю». «А думаю, что ты чинишь?» «Я, вот, например, сломался фотоаппарат, я могу там закрутить пару винтов, там что-нибудь сделать, или, например, брату машинку починить». А в настоящем учеба – жажда знаний. И, как сказал юный исследователь во время нашей встречи, помощь маме в строительстве дома. «Я мечтаю сделать мир лучше и построить маме коттедж». Глядя в пытливые, умные глаза девятилетнего мальчика, нет сомнения – коттедж маме Илья построит. Механиком станет, а главное – хороший человечек растет. Вот какие интересные ребята обучаются в 14-й средней школе.